я не успела сказать здравствуйте всем я оксана и жизнь как она есть у нас на улице снежок сегодня температура ночью было очень холодно ну как холодно уже минус 18 градусов сегодня такой тяжелый день у нас сегодня медосмотр диспансеризация и мы с детьми но сегодня только мальчики эту субботу проходили девочки сегодня только мальчики как-то холодно еще моей голове холодно я вчера все-таки попала вчера вообще был такой насыщенный день беготня беготня но я к вечеру все-таки попала в парикмахерскую а почему мне холодно потому что я опять на половину лысая ну мне так хорошо и комфортно вот а мы поехали снег идет я сейчас засыпана я буду снегом он они мальчики там сидят мальчики сидят здрасте 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 в общем мы сейчас это а потом мне нужно в магазин заехать купить сегодня у нас будет крабовый салат чего-то так захотелось крабового для разнообразия побелить туалет хочется уже поставить шкаф в туалет все разложить ну вот такие дела что опять порвал нет давайте давайте вперед что ты прячешься-то поликлинику сидела в машине регина спросила маски у всех есть все сказали у всех есть но как всегда один никита у нас начали вы выходить из машины а маску мне регина у меня как сопровождающий почему за домом туда лицо как буря улора уже но это сейчас жене следующий давай но сегодня так спокойно без суеты илья следующий мы практически закончили осталось там описание этого педиатра вот отправила я одеваться кто уже прошел ну что творим мы оделись и теперь развлекаемся здесь сейчас я куртку возьму ну ты же уже взвешивался ты решил самостоятельно еще развешиваться регина осталось более с никитой отдать документы а нам же машинку прогреть надо хорошо баба дожди там холодно одевается хорошо но они же придут сейчас но что скажу сегодня более менее организована даже не туда артем организована даже медсестра говорит и родители кто был в субботу прошлую что сегодня до более-менее спокойно тихо спокойно скользко все мы заводимся греемся и потом магазины бы то и домой сидим ждем всех остальных оказывается время просто прошло незаметно время уже без пятнадцати два вот дети голодные с утра да они ничего не кушали и не пили потому что сдавали анализ крови и сейчас очень голодную где проголодался женя самый голодный женя в общем да время пролетело махом мы приехали сюда в 12 часов еще было без пятнадцати без пятнадцати двенадцать мы приехали вот без пятнадцати два сейчас прохладненько а я вам предложила сейчас пойти в этой больнице погреться пока машина греется на улице холодно в туалете все подсохла потом уже покрытие которое было гипсовая тоже подсохла поэтому сейчас я буду красить краской белый а потом будем сереньким покрывать хочется хочется поставить шкаф сюда уже в туалет ну и надо будет заняться раковиной для покрытия стен мы используем латексную краску фасадную она моется также можно использовать акриловую краску и все это можно покрыть потом акриловым лаком будет очень замечательно для сохранности наверно и мыться будет очень хорошо все это там внизу еще не высохла вот кусочек там есть видите поэтому пока только до него сделаю а он подсохнет и доделаем его начинает сохнуть сверху потому что вся вода спускается вниз и вот поэтому она сохнет так долго белая краска подсохла приступили к покраске кирпичиков используем ту же самую краску с добавлением черного колора а для нанесения использую обыкновенную губку и очень удобно красить сразу видно что мы родом из ссср воспитываешь ну заходи нет нет просто я наверх туда вот там четыре кирпича сверху осталось я не дотягиваюсь меня с маленького стула штормит и качает я не могу туда добраться докрасить поэтому хотел олег докрасить нолик долепляет коридор поэтому вот у меня доброволец доброволец видно только твои ноги ну вся чуть-чуть вот доброволец который изъявил желание сказал покрасить четыре ряда кирпичей тут вот полторы стены тут видишь там уже докрашена наверху на этот все а сейчас так раз краска сохнет махом почему я говорю что видно что тех раз куда а еще сразу краску забыли сегодня купить ну хорошо светофор он продуктовый магазин и он завтра работает ну не свалийся что елена хотела она что-то показывает открой дверь она что показывает что салат который делается с этими ноуту а ну тогда сегодня не будем делать сегодня делали крабовый салат на этот значит опять же возвращаемся той же теме почему мы родом ссср вспомните как клеили обои в ссср из-за дефицита я не знаю из-за чего но всегда если стояла стенка то всегда обклеивалась вокруг а за стены уже перед сто раз переклеивались эти обои менялись а за шкафом всегда были обои которые там первый раз поклеили и все вот поэтому тоже регина были свою так эту фигуру туда в сторону чуть-чуть вот так кирпичики ну ладно стой вот кирпичики есть вот они идут и там остается 30 сантиметров до угла мы их не стали туда докладывать эти кирпичики и вторую стену мы не стали ими выкладывать здесь мы сделали где видная сторона а там где будет стоять шкаф ну это не лень это вот экономия времени экономия этих самых ячеек экономия клея все-таки обойного и так как шкаф будет стоять звучит как лень ну да и наверное все таки присутствует где-то лень скажу все равно будет стоять постоянно постоянке поэтому таким образом мы решили все это сэкономить под действием нашей лени и доделать вот так до того места где будет закрывать шкаф тут у нас еще вот проблема вот теперь когда мы убрали здесь старый шкаф раковину а еще на белом фоне здесь до безумия смотрится страшно зеркало старое регина его да предлагала покрасить или поменять не просто покрасим пока ничего его менять не будем но когда станет белый шкаф рядом это он будет ужасно смотреться он будет портить всю картину также как эта батарея до батареи руки покрасить не доходят хотя я уже поговорила что краску я купила вот а здесь у нас будет самодельная да да самодельная это полка потому что здесь такой размер остается метр с чем-то но таких этих шкафов для ванной комнаты я не видела но по крайней мере у нас если заказывать это время и все такое поэтому сделаем здесь самодельный раковину уже взяли оранжевый из всего что здесь будет выделяться здесь будет выделяться кран оранжевый кран все будет белая серая и оранжевый кран так я уже придумала как это будет выглядеть правда ваня в больнице моя рука как говорится правая левая или обе мои руки он хотел он торопился до своей госпитализации все это сделать но мы не успели поэтому будем делать без него и я думаю фасад мы точно так же заделаем кирпичками и тут еще такое знаете геморрой на и место где вот эти все эти шланчики подключения она вот так безобразно смотрится поэтому все это закроется этим шкафчиком и будет нормально как говорится сопли спрячем поля по-русски ты достаешь а я вот на маленьком стульчике достала на 4 этих не достала уже у меня такое состояние сегодня у моего после больницы приехали и видать это больница хотя сегодня не было такой очереди все вроде бы нормально все быстро прошло но вот какой-то это либо это погода снег минус 18 сегодня было на улице и поэтому салат они без меня олег привет тут киностудия имени на вас школа ремонта видишь она это залезла сказала я сама сделала ну там кирпички только наверху тоже надо будет я начала тыкать ну ладно сейчас это доделаем потом шкаф поставим и покажусь наконец-то ура мы заносим шкаф ставим его на место будет очень классно здесь он смотреться единственное мы столкнулись с тем что у нас кривой пол пришлось подкладывать небольшую деревяшечку ставим полочки конечно всем любопытно все смотрят как это будет выглядеть дело осталось за малым поставить только выдвижные ящики правда с первого раза у нас это не получилось перепутали местами ящики но быстро потом все это исправили ангелина у нас экспериментирует у нас был букет роз здесь остатки значит что ты видела в интернете видела да в интернете видела у нас ну как нет вот так ниже и наискосок режь да я тоже это видела кого ты ее боком завели как все ладно она делает сама значит у нас просто на розах пустили вот такие отростки вот здесь отрезаем выше от росточка я не знаю правильно мы не делаем неправильно но дальше чё лана елена помогает да значит берется картошка дальше ну и они все он все знайки но потому что они уже он две посадили на окошке там еще четыре суки посадили тут мама решила снять берется мед да прям в общую банку берется мед оттуда набирается втыкается и садится в землю с картошкой и с медом ну посмотрим что у них получится этот эксперимент может быть что-то в ю тубе там не досказывают ну вот поливать не надо да ничего тик ток был тик ток был ну значит вот еще у него несколько росточков есть да которые здесь можно так вот срезать да нет места не отрезаны побольше до этого мы пробовали садить они почему-то у нас не получались мы просто в землю садили да опять в общую банку да налить же нельзя было ну ладно чё с розы будет ну подумаешь-ка потом мы с песком поедим втыкай хорошо но туда в уголок посадили посмотрим прорастет не прорастет сейчас еще покажу где они на окошке посадили вот здесь 4 штуки но сейчас она еще сюда досадит несколько этих посадит все что было с ростками раз я здесь уже рядом покажу что я здесь еще посадила это я посадила ячмень вот сегодня как раз открываю ячмень да его надо полить потому что уже это ну пророс пророс посмотрим что дальше будет кто-то я смотрю так кто-то здесь у меня еще посадил какие-то семена чё чё посадил мак я не поняла мак кто-то посадил не ну-ка ладно позови ко мне у меня здесь садовод любитель огородник это плана еще так это пустые так все будем ждать когда будет ячмень просто так давай этот вот сюда вниз плана ты садила что ты посадила скажи-ка поделись секрет мак вот мак я думаю так вот это не огурцы так что это откуда ты взяла с какой баночки это кажется мак по моему ну там или ты у меня из семян достала а ну нет не маг тогда это получается набор для чая если она такое садила все его надо было в землю лан садить на положи машину на место ну вот сейчас все это побрызгать надо вот видите начал прорастать но он уже подсох чуть-чуть надо брызгать салат крабовый в нашей большой кастрюльке ну обыкновенный рецепт наверное все знают я к нему даже не прикасалась делала ангелина лена регина и вика а даяна еще они все это резали сделали быстренько все ну вот прям вот прям вот такая красота стоит правда угол не докрашен где красота покажись покажись я говорю вон там одна угол не докрашен потому что он мокрый ну ничего он подсохнет и мы потом его поставим на место а в коридоре там какая красота прям вообще все поставили вот я говорила про это страшное зеркало на это я тоже тут вот она я ну вот а здесь нужно сделать нам будет самодельную эту полку все завтра начнем завтра мне с утра в больницу надо будет где не съездить к и после обеда будем делать наверное вот эту вот полочку пилить строгать раковину ставить как геля нравится без слов все понятно удобный шкафчик все теперь можно сложить туда и туалетную бумагу и шампунчики и все что только почему он считается потому что пол кривой нормально надо прикрутить к стене для надежности и так нормально здорово как до себя тупого значит справляем косяки в том плане что вот он сказал я же говорил что он немножко шатается мы сейчас речку палочку вниз подложим самого надежного человека поставить за ней вот чтобы он был устойчиво я не знаю почему здесь стояла душевая кабинка и мы не знали что здесь кривой пол вот ну как то так вот ну а на сегодня все такой получился светлый такой вот туалет такой после того что было осталось только батарея и остался вот здесь окошечко нужно сделать а так все готово у меня голова я не знаю как у вас у меня голова закружилась когда я сейчас снимала по кругу значит на сегодня все всего самого доброго светлого хорошего и всего того что вы сами себе пожелаете вот дети знают скажите всем пока пока всем пока пока а мы палочки будем подставлять под шкаф давайте а